Гигант электротехнического кластера России и небольшое научно-производственное объединение, которое также специализируется на электротехнике и машиностроении. С коллективами этих двух столичных предприятий сегодня встретился временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Небольшое по площади предприятие в центре Новоюжного района столицы, которое, впрочем, уже заняло заметное место в электротехническом кластере республики и страны. Научно-производственное объединение «Каскад». Продукцию предприятия используют такие гиганты, как Калининская, Ростовская, Белоярская и Ленинградская атомные электростанции. Чебоксарское объединение предлагает заказчикам различные виды электротехнических соединений, шинодержателей, изоляторов и другие изделия, большая часть которых – собственные запатентованные конструкторские решения. Предприятие единственное в России, выпускающее электрические соединители подобного рода. И, безусловно, мы боремся с большим количеством конкурентов иностранных. И, ну, мне кажется, на сегодняшний день успешно. Несмотря на то, что у них, конечно, гигантская номенклатура, они могут демпфинговать ценами. Российские предприятия приобретают нашу продукцию. И, как мы думаем, потому что у нас, в общем-то, высокое качество изделия. Дефицита комплектующих из-за санкций на предприятии не возникло. Большую часть деталей для своей продукции изготавливают сами или закупают у российских компаний. Впрочем, экономическую ситуацию в последнем времени почувствовали и здесь. В связи с политикой импортозамещения заказов явно прибавилось. К нам от отдела продаж приходят заказы, по которым мы собираем и комплектуем изделия. После всего собранного я уже прихожу и, в общем, проверяю изделия именно по чертежу на соответствии, как говорится, заказа. Работы стало больше, заказов очень стало много в связи с импортозамещением. Это к нам на руку, то есть от этого у нас растет зарплата. Растет и количество партнеров. Так, в сотрудничестве с Чебоксарским НПО заинтересована одна из баварских компаний. В Германии они производят подобную продукцию. Я всегда говорю, я не политик, я приезжаю в бизнес, а я приезжаю и хорошо пообщаться с человеком, а сохранить человеческий вопрос. Это для меня очень большой уровень. Если человек с человеком может спокойнее пообщаться по бизнесу и покушать вместе, зачем нам потом кто что мешает? Город Чебоксар является центром релейной защиты вообще. Автоматики для Минобороны, для газовой промышленности, для нефтяной промышленности, Розатом, Русгидро. У нас нет золота, нету нефти, нету газа. Хотя республика зафиксирована. Есть голова в людей, инвестиции укладываем в молодых людей. Особой гордостью предприятие руководство называет участок окончательного производства литейных форм. Самые старые станки здесь датируются 2011 годом. Только вот построить на старом месте новые цеха не получается, а расширяться попросту некуда. Впрочем, эту проблему на предприятии решили будут пережать в индустриальный парк. Строительство помещений уже началось. Штат сотрудников планирует увеличить. Ну а нынешние работники, воспользовавшись встречей с руководителем региона, спрашивали про строительство новых школ в городе, про наличие бюджетных мест на технических направлениях в местных вузах, про велопарковки, работу социальных программ. Я мама троих детей. И мы три года стоим в очереди по представлению по федеральной программе о землях. У нас приусадебное хозяйство. Мы стоим 1100 кокеев. Я звонила две недели назад в Калининскую администрацию. Сказали, что это направление приостановлено. Я скажу так. Эта программа у нас работает. В сельской местности намного лучше решаются эти вопросы, потому что условия другие. В очереди вы в городе стоите, и городская администрация должна работать. Все вопросы и просьбы взяли на карандаш. Прежде чем встретиться с коллективом еще одного предприятия, Лары, временно исполняющая обязанности главы Чуваши, осмотрела один из цехов, где собирают продукцию для железнодорожного транспорта. Пульты управления машиниста, вот различные стоят. От начала до конца в ракете полный. Да, ну, безусловно, есть ряд изделий. Вот, но основную долю работы, я думаю, порядка, ну вот по этому изделию, порядка 50 процентов, это, значит, изделие собственного изготовления. Железнодорожная техника в последние годы вообще стала одним из приоритетных направлений предприятия. В 2011 году предприятие вошло в проект, инфраструктурный проект по созданию системы интервального регулирования на микропроцессо-элементной базе, значит, совместно с ведущим институтом отрасли, институтом ООО «НИАС» город Москва. Значит, в кратчайшие сроки были созданы опытные образцы и представлены руководству железнодорожного, руководству РЖД. Значит, в 2013 году завод получил первый заказ на оснащение, значит, Малого кольца Московской железной дороги. Это своего рода наземное метро для правительства Москвы. Значит, по этому проекту мы делаем практически 400 шкафов за три года. Это оборудование, которое специалисты называют шкафами, не допустят, что очень важно с толкновением транспорта на путях, а это вопрос безопасности. Еще несколько новых проектов в разработке. Сотрудников ИЛАР интересовало строительство новых школ, благоустройство территории залива. Были и личные просьбы. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив за работу и заверил, все вопросы записаны, про них не забудут. Ольга Пыречкина, Расиль Мухаммедов, Республика.